Здравствуйте! Меня зовут Денис Сивков и это программа «Слышащий Акимат». Цифровизация – это веление времени. Сегодня передовые технологии внедряются повсеместно. Тема нашего выпуска – информационные технологии в сфере правоохранительных органов. В своем послании президент страны сказал о необходимости внедрять информационные технологии в работу полиции. Именно об этом сегодняшний наш выпуск. Если вам это интересно, тогда поехали! Их служба и опасна, и трудна. Какие задачи стоят перед местной полицейской службой? Планшеты, специальные жетоны и регистраторы. Как сегодня эти гаджеты помогают стражам порядка в работе? Они следят за охраной общественного порядка. Сколько преступлений удалось раскрыть через Центр оперативного управления? Сейчас я пройду, подожди. Держи, я сейчас за ноги буду переворачивать. Понял? 3 мая 2020 года. Это был обычный день для Азата Зейнолова. Полицейские, как всегда, вместе с напарником патрулировали областной центр. Как вдруг заметили мужчину, он собирается совершить суицид. Действовать пришлось оперативно. На этих кадрах видно, как, проявив смелость и отвагу, полицейские предотвратили самоубийство. Любое происшествие, будь то уголовное преступление или административное правонарушение, теперь пишется на портативную видеокамеру. Благодаря собранному видеоматериалу можно доказать вину правонарушителя. У меня неделю назад остановил транспортное средство, то есть водитель был лишен права управления. При остановке они поменялись местами. И в этот момент полностью я на видеорегистратора зафиксировал, вышел из машины. И когда подошел, все видно было, как они перепрыгивали. И закрылись в машине там все, и звук, и ауди, и видеозапись полностью было записировано. Сперва информацию правильно дали, потом, когда дело, суд коснулся уже, тогда они уже говорили по-другому. В этот момент суде я видеозапись предоставил, и согласно этому видеозаписи выиграли суд. Таких моментов тоже. Бывают водители, ну то что водители, любой гражданин, которому разнеслись его права и обязанности, вот согласно там 744-й, кстати, в эти моменты некоторые водители говорят, что им это не разъясняли, а по факту, то есть разъясняли. Каждый день ездим на вызова, на 7-миноги больше. На сегодняшний день у нас было уже 5 вызовов. За последние несколько лет полиция перешла на передовые технологии. Сегодня в арсенале стража порядка есть разные средства для раскрытия дел. К примеру, дороги города теперь патрулируют современные авто с установленными на крыше видеорегистраторами. Теперь какое-либо нарушение правил дорожного движения не останется безнаказанным. Все пишется в видеорегистраторах. Современные камеры на машинах полицейских видят четко, за 300 метров. Это, конечно, при максимальном увеличении. Задача как и у местной полицейской службы, так и у всех органов внутренних дел, это, в первую очередь, охрана общественного порядка, пресечение правонарушений, уголовных преступлений, появление и пресечение также нарушителей правил дорожного движения. Сегодня какие нововведения вводятся в рамках цикновизации в работу службы МПС? На сегодняшний день, как вы видели, у нас 14 автопатрулей. Буквально, скажу даже вперед, у нас в Акиматной области были выделены батальоны патрульной полиции и в областной городской батальон по 15 автомашин. Также в городе у нас они оснащены мобильными видеорегистраторами. То, что вот на крыше. Да, 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 то, что вот на крыше люди тоже интересуются, спрашивают. Это мобильный видеорегистратор, который ведет съемку в круглосуточном режиме. Вот. То, что вот, как вы говорите, стоит сверху на машине камера, она вращается на 360 градусов, то есть фиксирует правонарушение. Инспектор с помощью пульта может приблизить, отдалить там, ну, где-то что-то какое-то, если правонарушение необходимо зафиксировать. Вот. С помощью пульта он приближает, то есть увеличивает для более точного введения. Вот. Также в самой патрульной автомашине стоит три камеры, которые снимают полностью салон и с внутренней стороны, то есть с фронтальной части, с задней части, с боковых частей. И также идет звукозапись в круглосуточном режиме, то есть о чем инспекторы разговаривают и так далее. Вот. С помощью таких видеорегистраторов в этом году удалось раскрыть и предупредить свыше двух тысяч нарушений правил дорожного движения и охраны общественного порядка. А если недостаточно доказательств, на помощь вновь приходят видеожетоны и даже планшеты. Планшеты тоже очень хорошая вещь. Сейчас у нас протоколы составляются на нарушителей в электронном формате, то есть планшеты у нас также 100% оснащены и участкового инспектора полиции, и батальоны патрульной полиции. Имеют они планшеты. Каждый планшет закреплен за каждым инспектором. Это персонально за ним зарегистрировано. Информация вся, база данных. Информация, да, в котором содержится вся информация, необходимая для несения службы сотрудников. То есть уже не надо ему, как ранее, где-то куда-то выходить на центр, на связь, запрашивать такие или иные данные, пробивать среди центра. Он сам забивает данные гражданина любого, либо транспортного средства, неважно. То есть там 100% вся информация, да, очень сейчас стало удобно инспекторам. То есть мобильность, комфортность, то есть меньше времени занимает. Меньше времени, да, да, и то есть оперативно. Там и все ориентировки, там все разыскиваемые, там и так далее. Все в это, вот он забивает, все пробивается по 100% по общим базам. Бороться со злом и несправедливостью полицейским приходится ежедневно. Охватывают во время патрулирования весь город, включая дачные массивы. В смену, ну, например, в дневную смену заступает 15 автопатрулей. Это чисто по батальону патрульной полиции, это не считая участковых, то, что вот несут службу по городу Петропавловску. 15 автопатрулей заступает. Комплексные силы полиции заступают, также пешие патрули, как вы говорите. Это у нас получается 10, порядка 10-12 постоянно заступает. Также у нас в дневное время заступают конные патрули. Это 4 патруля конных, которые патрулируют дачные массивы. Это центр оперативного управления. Он расположен в здании департамента полиции. Здесь весь город как на ладони. Ежедневные инспекторы видеонаблюдения смотрят за охраной общественного порядка. В случае какого-либо ДТП оперативно выезжают на место. В городе ЦОУ принадлежат свыше 400 камер. На сегодняшний день система видеонаблюдения ЦОУ насчитывает 410 видеокамер, которые выполняют в полном объеме задачи круглосуточную неправимерную контроль общественного порядка в регистрации событий в зонах наблюдения и одновременной записи в виде информации. В настоящее время физические и юридические лица могут обратиться в письменной форме в Департамент полиции за получением видеозаписи с камерой в наружном видеонаблюдении ЦОУ. Срок хранения видеоматериала без производства выемки составляет 30 суток. В штате Центра оперативного управления 38 человек. Из них 8 сотрудников работают с камерами видеонаблюдения. Благодаря Центру в этом году удалось выявить более 10 тысяч административных нарушений, а также раскрыть уголовные дела. На специальный канал 102 за 8 месяцев 2020 года поступило более 87 тысяч телефонных звонков. Из них более 19 тысяч о совершенных преступлениях и происшествиях. За 8 месяцев 2020 года инспекторами видеонаблюдения выявлено более 10 тысяч административных правонарушений. Из них большинство преобладает нарушением правил дорожного движения. Более 8 тысяч таких нарушений выявлено. Также немаловажную роль играет в работе Центра оперативного управления – это участие в раскрытии преступлений. Таких фактов за 8 месяцев 2020 года выявлено 114. Что существенно преобладает в сравнении с прошлым годом. В прошлом году за аналогичный период выявлено 69 таких фактов. Кстати, теперь к ЦОУ подключены еще и школы. Такое решение стражи порядка приняли совместно с Акиматом области. Это позволит усилить безопасность в учреждениях образования. Пока что к Центру оперативного управления подключены 25 таких объектов. Работа в этом направлении продолжается. Служба полицейских опасная и трудная. Нужно обладать стойкостью и храбростью. Они выезжают туда, где нарушается закон, где необходимо восстановить справедливость. Поэтому на помощь приходят современные устройства для более детального раскрытия преступлений. Это и есть внедрение цифровизации в сферу правоохранительных органов. Мы можем спать спокойно, пока полиция работает оперативно и эффективно. На этом все. На следующей неделе мы раскроем другие интересные темы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин